Библейский портал экзегет.ру представляет Утверждавших каждое, что выживший ребенок – это ее собственный ребенок, а погибший ребенок – это ребенок другой. И вот после того, как мы увидели историю про двух блудниц, мы знакомимся с правительством царя Соломона. Ничего себе, оно на втором месте после блудниц, потому что там была, конечно, иллюстрация к его мудрости. А еще вот библейский текст не всегда выдерживает ту же иерархию, какую мы видим в реальной жизни. Там может оказаться так, что какие-то блудницы идут на первом месте, а уже на втором, на третьем – первосвященники, министры и все прочие. Царь Соломон царствовал над всем Израилем. Вот кто был при его дворе. Ну вот, краткий список. У Соломона было по всему Израилю 12 наместников, то есть понятно, что страна была разделена на 12 округов, и они снабжали царя его дворец по месяцу в год, на каждого по одному месяцу снабжения. Вот их имена. Зачем такой длинный список? А вот любили они генеалогии, любили они вспоминать, кто чей потомок, кто был где, кто чем прославился. Вот эта память о предках, которой очень часто сегодня нам не хватает. Кем были наши прадеды и прапрадеды, обычно люди даже не знают. Иудеи и израильтяне многочисленные, как песок на берегу моря, ели, пили и веселились. Вот смотрите, в чем величие государства? В успешных войнах, в том, что трепещут окрестные народы, в том, что царь Египетский выдал свою дочь за царя Соломона, это в прошлой главе было. А в том, что простые люди ели, пили и веселились. Вот не мешало им государству жить, наоборот, помогало. Соломон правил всеми царствами от Ефрата и до земли Ферестимской, вплоть до пределов Египетских. Они несли Соломону подать и служили ему во все дни его жизни. Ну, а это уже как примечание, да, это внешнее величие. Ко двору при Соломоне ежедневно доставляли 30 коров, тонкой и 60 коров обычной муки. Кор это много, это 200 литров, то есть огромные совершенно объемы муки. 10 упитанных тельцов и 20 тельцов с пастбищ. 100 овец ежедневно. И это помимо оленей, серн, косули, откормленных птиц. Ведь он властвовал над всеми царствами по эту сторону Ефрата, от Сепсаха и до Газы. Был у него мир со всеми соседями повсюду. Во все дни Соломон и иудеи-израильтяне жили в спокойствии, каждый под собственной лозой или смоковницей, от Дана до Байршева. Этот образ под собственной лозой или смоковницей тоже понятен. То есть виноград и смоква или инжир, ну, не совсем по-русски, но мы говорим инжир, это две очень важных культуры из винограда в вино. Инжир это такой сладкий, или смоква такой сладкий, очень распространенный в древнем мире фрукт. И не просто было вдоволь всего этого, а каждый под своей. То есть вот такой примат частной жизни. Было огромное мощное государство, но самое главное, что люди жили каждый в своем домохозяйстве. У каждого был свой надел земли, у каждого был свой урожай. И вот, собственно, это и создавало этому государству такое величие, а вовсе не только его территориальная обширность или там величина податей. У Соломона были стоило на 40 тысяч лошадей для его колесниц и 12 тысяч для конницы. Те наместники снабжали по одному месяцу царя Соломона и всех, кто бывал за трапезой его царской. Так что не было ни в чем недостатка. Они также доставляли, куда требовалась определенную долю ячменя, и сено для конницы и прочих лошадей. Бог даровал Соломону мудрость и великое разумение, и была широта его ума, подобно песку на берегу морском. Мудростью Соломон превосходил всех сынов Востока и всех египтян. Был он мудрее всех людей. И славилось его имя по всем окрестным народам. Он произнес три тысячи извечений и сложил тысячу и пять песней. Очевидно, имеется в виду книга притчи Соломоновых, а еще говорят, что, скажем, книга «Песнь песней» — это тоже произведение Соломона. «Получается, что их было гораздо больше, чем дошло до нас. Говорил он о деревах, от кедра, что наливание еды, и сопа, что растет из стены. И соп — такое небольшое травянистое растение. Говорил о животных и птицах, о ползучих тварях и рыбах. Из всех народов приходили люди послушать мудрые речи Соломона и от всех царей земных, прослышавших о мудрости его». Ну, вот такое, как бы, общее подведение итогов правления Соломона, что мудрость — это действительно его главное качество, это то, что, собственно, и сделало его правление благополучным. Ну, что-то еще все-таки должно быть сделано, и что именно, и как оно будет сделано, мы прочитаем в пятый и последующих главах. Продолжение следует...